комплимент сказали по сути оппозиции о том что она нужна не системно в том числе на это не комплимент это вот мое убеждение это я искренне так считаю в общем так объективно говоря у нас какая-то ну то что мы называем позиция наручная ладошки кормят ну это неправда когда стемно у нас у нас четыре парламентских партий и у них часто очень свой взгляд на вещи до единая россия имеет контрольный пакет в думе кто-то может сказать знаете это так скучно не нет скучно на активный скучновато скучновато да так и есть даже честно я понимаю вы хотите попрыгать от радости когда там драться будут как на украине либо не место для дискуссии мы помним нет это как раз место для дискуссии но это не место для драки и внутренних разборок и самый самый пиар вы как-то радикально либо драка либо болото вот какая-то должна быть вот я вам говорю послушайте выступление геннадий дряча зыганова не ой а что у него у него есть своя позиция и не только у него и у других представителей кпрф мать истовали вместе жириновским когда вы еще в дрездене работали это не важно это не имеет значения то есть профессиональный оппозиционер живет на даче управления делами президента ездит на бмв с мигалкой да это супер да послушайте меня а вот это так но если вы хотите сами атаковать то вы не услышите моего я слушаю а вот это не системная оппозиция это что такое это легальные партии у нас вообще 50 партий сейчас в стране мы либерализовали регистрацию на политических партий у нас их 50 значит ездит человек из оппозиционной партии на автомобиле или не ездит это другой вопрос вопрос заключается в том какую позицию он занимает по отношению к власти и тем решением которые предлагает правительство либо правящая партия для для по тем или другим вопросам вы меня хотели видимо сбить но у вас не получится я вам о чем хочу сказать вот есть есть партия единая россия у которой есть контрольный пакет так есть другие партии которые часто не согласны всего 4 в парламенте не согласно с точкой зрения на правящей партии но если вспомните что было в 90-х годах вы же взрослый человек но бардак это было они не парламент там драки были сплошные и невозможность принять одного решения хуже того знаете что хуже того а хуже то что принимали решения которые не были невозможны к исполнению загнали практически экономику в тупик вот чего это довело когда когда нет конструктивного обсуждения так вот мой вопрос в чем вы хотите наблюдать как там пляски устраивают или государственные решения принимают и в этой связи не могу не вспомнить известного государственного деятеля россии вам нужны великие потрясения а мне нужна великая россия я думаю что всем нам нужна великая россия они шоу на различных уровнях политической власти но позиция нужно в том числе того чтобы запускать власть и ежа под череп да я сказал поэтому что и системная нужно и не системная нужно я вам даже говорю как не действующий президент просто как гражданин россии но бардак нам не нужен и шоу нам не нужно нам нужна серьезная политическая деятельность знаете когда оппозиционер не системно это сразу практически автоматом враг государства ничего подобного ничего подобного откуда вы это взяли вам так хочется думать это не это не соответствует действительность почему это у нас 50 партий 50 люди должны просто ведь понятие в чем дело вот и без нужно нужно видеть на нас должны иметь вас политическое сознание рядовых граждан россии очень выросло за предыдущий год да мы с удовольствием можем посмотреть как кто-то и патирует да с удовольствием смотрим как кто-то кого-то разоблачает но даже рядовой гражданин хочет видеть не только то как ругают власть он хочет слышать и понять а что же предлагают те кто ее критикуют как он то сам собирается решать те проблемы перед которыми стоит страна и когда кроме критики не слышать ничего в ответ то тогда возникает вопрос а аж за кого голосовать кого избирать не в местный парламент в региональный в федеральный знаете конечно рядовой гражданин уходит сегодня пошел на работу вернулся с работы и так каждый день но все равно все равно уже так просто за колбасу не купишь человек просто я скажу из того что вы сильный человек многие единоборствами занимались то есть вам под еще за ним я сейчас занимаюсь тем более ну то есть ну как бы в поддавке играть оппонент должен быть достойный оппонент вот из числа тех кто ездит на бмв и живет на груздачах не может вам возразить всерьез послушайте меня но вы считаете что в любой другой демократической стране включая соединенные штаты депутаты конгресса или сената не на козе что ли но не только депутатов на кривой кобыли что ли но они тоже там пользуются государственным транспортом и ездят на машину правда нет дело в этом вы же вы же значит намекнули на то что они как бы отчасти купленные они пользуются тем что дает им государство для отправления функции это дает не власть действующие это дает государство в рамках действующего закона оппозиционер он или не оппозиционер есть у него определенная позиция но соответственно законом получает то что государство значит обязана ему дать как раз на осуществление своей деятельности в том числе и той в результате пропаганды которые представительство которые тот или иной человек попал в какую-то структуру власти в том числе скажем в парламент это же не президент дает ему машину я при это важно президент и правильные делами обязаны дать по закону нравится ему этот насчет допустим депутаты или не нравится в этом есть смысл это говорит о том что государство обязаны предоставить всем одинаковые возможности для отправления своих политических вещей политической борьбе они персонально каких-то марок а это и есть политическая борьба государство обязано создать условия для того чтобы человек любых взглядов каких бы он не придерживался имел возможность эффективно работать а не так что представить ты правящая партия замечательно будешь есть на на бмв а все остальные будут есть на запорожке нет все должны поставлены в равные условия а а